Чем похвастаться, без того и останешься. Защита от злых людей. Зачастую мы даже не подозреваем, что негативные эмоции в свой адрес создаем мы сами. Мы забываем, что счастье любит тишину. Мы сами провоцируем зависть, когда в захлеб говорим о дорогой покупке, новом романе, о повышении по службе, увеличении зарплаты и т.д. Хвастаясь этим, вы хотите во всеуслышание заявить окружающим, что вы вырвались вперед, обошли их на много шагов. Люди не прощают этого, им неприятны такие сравнения. Вы сами свою сторону направляете потоки негативной энергии зависти. Нельзя никогда хвастаться своими детьми и их успехами и достижениями. Всем тем, что вызывает зависть у окружающих. Хвастаясь своей подруге новым колечком от мужа, вы в итоге получаете обратное. Муж уходит от вас. Нужно быть скромнее. Рассказывайте о своих достижениях, когда вас просят. Рассказывайте о своих достижениях, когда вас просят. Без подробностей. Не нужно контактировать с людьми, которые вам завидуют, несут негатив. Не делитесь с такими людьми радостями в личной жизни. Меньше говорите о планах и обещаниях. Делиться мечтами – это хорошо. Так вы вдохновляетесь еще больше. Но часто и подробно болтать о своих планах, целях, важных делах, если вы еще не приступили к их выполнению, не стоит. Так вы расплескаете энергию и можете лишиться энтузиазма. Только молчание гарантирует успех. Помните, чем похвастался, без того и останешься. Сглазить можно одним взглядом, одним словом. Защита от злых людей. При выходе из дома или перед любой встречей с людьми, которые у вас вызывают опасения, читают заговор. Защищаю себя стеной неприступной, высокой, недосягаемой, толщиной непробиваемой. Ни один человек мне зла не причинит. Совет от Ванги. Чтобы защитить себя от зависти, насыпьте в кошелек или в сумку немного гречки. Пусть завистники давятся ею. Никогда не заглядывайте в глаза прохожим и не оглядывайтесь на них, потеряйте энергию. А взамен получите усталость или сглаз. Если кто-то пытается конфликтовать с вами в открытую, представьте, что между вами зеркало, отражающее конфликтного человека и оберегающее вас внутри волшебного пузыря, и обидчику вас не достать. Булавка также помогает от завистливых людей. Прочитайте «Отче наш» и заколите булавку на тыльную сторону одежды. Иглой вниз. Иконка купленная. И освященная в церкви тоже хороший оберег от зависти. Продолжение следует...